В 1929 году в Москве в издательстве Всероссийского объединения крестьянских писателей вышел 10-й том собраний сочинений писателя Николая Степнова, когда-то жившего в Самаре, а в 1923-м перебравшегося в столицу. Назывался этот том «Молодое» по названию самого первого опубликованного в нем рассказа. Об отце и сыне Петре и Евгении. Книжка вышла тиражом 3000 экземпляров и читали ее по всей стране, но только самарцы узнали в героях рассказа людей, которые совсем недавно ходили по этим улицам. Так что ж такое учредительное собрание? Если Бога нет, то что есть? А он, часом, не монархист? Сегодня день какой-то хмурый, Как странник у чужих дверей Над головой твоей понурой Тоска вечерняя полей В начале 1920-х годов Писатель Петр Аркадьевич Лукашевич, известный в литературном мире под именем Петра Левицкого, Его сын Евгений жили вот в этом доме на Самарской, Совсем недавно принадлежавшем владельцу кирпичного завода Маштакову. Когда-то у них был собственный дом, но теперь там поселились другие люди, а им пришлось снимать комнату в этом бывшем доме Маштакова. До революции, окончившей юридический факультет Петербургского университета, Петр Аркадьевич Лукашевич служил помощником секретаря губернского акцизного управления. Занимал и другие, не очень высокие и денежные должности. Иногда денег не хватало даже на самое необходимое, но гораздо важнее покупки нового полушубка или валенок, ему казалось написать новый рассказ, который хоть чуть-чуть, но уменьшит человеческие страдания. Первые такие рассказы Лукашевича увидели свет еще в начале 90-х годов на страницах Самарской газеты. Это были серьезные размышления о судьбах человечества. Но известность писателю принесли не они, а детские произведения, которые публиковались в детских журналах, роднике, сходах и других. Выходили эти произведения для детей и о детях, и отдельными изданиями. В 1900 году в Москве вышла книжка о родных углах. В 9-м и в 10-м годах двумя изданиями рассказ Андрей Мытарь, а еще чуть позже рассказ «Дальние зараницы». Левицкий не писал о счастливых героях, но он верил, что добро есть. Надо только найти путь к нему и указать этот путь другим людям. Верил он в добро и в 1917 году, когда работал над очерками «Монархия и республика» и «Что такое учредительное собрание». Эти очерки тоже вышли отдельными книжками. И тоже в Москве. Поколебать эту веру не могли никакие события, происходившие за окнами и заставлявшие его, выпускника Петербургского университета, плотно закрывать дверь и прятаться у себя в комнате. Пароходы, флажки, мост, тишина. И, кажется, ритм огромного большого города и больные вопросы, безработица, полдесятины на душу, куда-то уплыли, ушли. Жизнь, как она есть, с ревом коров, с выкриками ребятишек, с дребезжанием телег. Жизнь опять встала в явь. Петр сидит, смотрит, как тащит волоком по реке лодку, как много простора, света, воздуха. Солнечные дни пели, лучились и подтверждали, что жизнь с ее радостью давно прошедших весенних дней ушла к иным, молодым. Ушла, как уходит сейчас мычание коров, звуки перепелов, бленья, овец. О, как много было всего! О, как ушло все и не возвращается назад. Да было ли что? Кто они, что бегали маленькие? А на Самарских улицах, между тем, текла своя жизнь. Что-то продавали и покупали, выменивали, ссорились. Кто-то зычным голосом кричал, что он вот этой самой рукой задавил десяток таких, как вы. И если будет нужно, задавит еще полсотни. И рука не устанет. Тогда Петр Аркадьевич затягивал потуже пояс и садился в своей комнате за некое подобие рабочего стола. Брал в руки карандаш, клал перед собой лист бумаги и уносился мыслями далеко. Что же, неужели нет выхода из всей этой дребедени? Неужели человек так и будет свинеть и превращаться в животное? Не может быть. Выход должен найтись. Ведь нашел он его когда-то в рассказе про мальчика Степку. Дай бог памяти, как он назывался. Заветная книга. Да-да, в рассказе «Заветная книга». Там тоже были скандалы, затеваемые пьяным отцом. Крики, кошмары, которые снились мальчику каждую ночь. А потом он нашел книгу, заветную книгу, и стал читать ее слово за словом и строчка за строчкой. Это было Евангелие. А когда отец в очередной раз пришел домой пьяным и поднял крик, Степка показал эту книгу ему. И отцу стало совестно. Но теперь не то. Какое теперь Евангелие, если бога нет? Это даже ребенку известно. Бога нет. А что есть? Может, Евгений это знает? Он тоже сидел сейчас в своем углу и писал книжку «Земля трудовому народу». Значит, земля есть, народ тоже трудовой народ. Может, это и есть новый бог? Тогда как же прикажете ему верить? А вот я ни во что не верю, кроме самого себя, смеется бывало над сомнениями Петра Аркадьевича, Сашка Скобелев, Александр Сергеевич. Я б тому и псевдоним себе такой выбрал. Ни веров, ни перед кем лба бить не стану. Но только и моего не тронь, себя в обиду не дам, себя и своих друзей-товарищей. Вот перед ним встают лица исканувшего бытия, лица прошлых десятилетий. Вот ваш отец вслед за дедом ушел. Уже ушел? Да-да, ушел. Так быстро, будто вчера. Он всматривается в ребенка, которого таскал на руках. Ну, как он? А вот уже он большой мальчик. Смотри-ка. Петр снимает шляпу. Здесь протекли прекрасные годы, дни его жизни. Что осталось от них? Он все хотел схватить тишину города. Отчего же так тихо? Отчего все будто спит. И здесь у него не болит грудь, не сжимается сердце. О, как легко ему. И, может быть, было бы лучше не покидать эти любимые места. Тогда бы он не видел с детства разницы лет. Петр ходил в своей комнате и думал. И вдруг перед ним предстала Пензенская губерния. Дом пятиоконный, окруженный деревьями. Позади сад, двор, конюшни, постройки. Мускулистый, широкоплечий отец делает прививку яблони и учит его. Смотри, петяшка. Видишь, коричневая, сорт хороший. Привить его дичку, и дичок будет хорошим. Папа, разве дичок один не может быть хорошей антоновкой? Дурачок, дурачок. Он и останется дичком. Видел, у нас яблони мелкие, кислые яблоки. И сколько бы она ни росла, яблоки ее не изменятся. Вот так и люди умные от умного родиться. Вот ведь и он, Петр, петяшка, тоже когда-то был сыном. И тоже пришел на смену своему отцу. Как теперь на смену ему идет его сын Евгений, Женя. Отчего же тогда так тревожно на душе? Вот об этом и размышляют герои рассказа молодое. И не только отец, но и его сын тоже. Женя сидел и думал, ну, как же быть дальше? Он только что поспорил с отцом и говорил о значимости человека. О том, что отцы тут ни при чем. И вообще, ты, отец, странный, заявил он. Чудачишь ты, вот что. И теперь, когда Женя остался один, остро почувствовал, как стареет отец. Но старел не только отец. Старела и уходила в прошлое целая эпоха. Вырастившая и взлелеевшая не только детей, но и революцию. Вырастившая в жарких спорах и дебатах. А вот теперь им, детям, кажется, что все это только странности, чудачества. Вот такая она новая эпоха. Такое оно молодое. Слушал Петр сына, а сам думал о своем. О молодости, о революции, о Кате. Он встретил ее в лесу на митинге, где эсеры спорили с эсдеками. Это она пояснил ему, кто такие эсеры, эсдеки, чего они хотят и куда идут. А потом у них родился ребенок. И вот он уже вырос. Он, Петр, никогда не ходил в театр, не приглашал мыть полов, не мыл белья. Только книги и работа. И все для него, для Евгения. Доносится смех. То идут люди, то идет новая, неизвестная, без него выросшая смена. Он слышит возглас. Папка, здесь, здесь, сынку. Это идет Евгений. Он в комсомольском отряде держит ритм, команду. Левой, арш, руки, ноги голые. Колыхались ряды. И все больше и больше двигались к новой жизни, новые люди. Была радость на их лицах. И песнь, что лилась, лилась, шли с ружьями, красные повязки, вдохновенный поднятый взгляд, твердый шаг. Все молодые, сильные. И звуки басов, твердо идущие. Знаем, за что боремся. Электрификация по-американски. Да здравствует пролетариат Китая. Раз, два, три. Левой. Трам-там-тарара. Строгий шаг. Женя качал в такт рукой и кричал. Отец, видишь, мы идем вам на смену. В 1919 году Петра Лукашевича арестовали. Дескать, как там называлась эта его книжечка? Монархия и республика? А он, часом не монархист? СССР? Ну вот и прекрасно. Значит, Контора. Пусть посидит. А мы подумаем, что делать с ним дальше. Он сидел, а они думали. Но, к счастью, не сидел и не думал Александр Неверов, бивший во все колокола и писавший всем, кто мог хоть чем-то быть полезен. Помогите, замолвите слово, не дайте пропасть честному человеку. Замолвили, помогли, пропасть не дали. Но не спасли. Чего не удалось сделать людям, сделал голод. Страшный голод 1921 года. В соседних деревнях и селах съели всех собак и кошек. Ели лебеду, варили похлебку из костяной муки, от которой страшно болели животы. По городу ходили слухи о случаях людоедства. Петр Аркадьевич Лукашевич, а Левицкий скончался летом 1921 года. 15 июля газета «Коммуна» в рубрике «По городу» опубликовала следующую заметку. 27 июня в Самаре на почве физического истощения умер писатель Петр Левицкий, известный своими произведениями в области детской литературы. Мир праху твоему, честный труженик, за то, что утро ты отметил, печалью скорби и утрат. Пошли, да будет день мой светел, и тих, и радостен закат. С вами был Михаил Перепелкин.